Доброго времени суток, друзья! С вами Миша и Серёжа. А сегодня у нас на обзоре жидкость balls. Вы хотите спросить, почему я так сижу? Потому что мои яйца оттягивают меня к полу. И сегодня мы будем обозревать жидкость яйца. Приходят вот такие коробочки, но мы уже все вынули, потому что они у нас помялись. Потому что мы их везли с выставки, а из-за этого они помялись. Надо расскажем, почему жидкость называется яйца, шарики или вообще вот так вот? Потому что там два яичка есть таких вот внутри, которые якобы нужны для того, чтобы лучше никотин размешивался внутри. Ну и просто, что красиво. В любом случае, ребята первые сделали, как они рассказали. Они идут только нулевками. У них специализировано, сделано по добавлению бустера. Обычно бустер усваивается очень хреновенько, а вот эти яички специальные помогают. Никотин усваивается очень хреновенько. Наяривают яички. Наяривают прям, вот, и, короче, быстро. Трясешь, трясешь, прям никотин рассваряется хорошо, быстро. И не надо там сутки ждать, а сразу. Раз, и у тебя все растворено. Там все написано. Ну, это, на самом деле, не знаю, не проверяли. У нас это все дело без никотина. Хотя можем добавить прямо сейчас, может быть. Ну, Миша, давай никотин тогда добавим. В конце, да, попробуем в чистом нулевке. В конце добавим, чуть-чуть сболтаем, попробуем. Скажем, как это усваивается и что-нибудь поменялся или нет. Вот. По банке у нас это идет, ну, типа, Чаби Горилла, я так понимаю, практически. Нет, это, собственно, разработка какая-то, ребята. Смотри, тут есть и так, и сяк. Это не Чаби Горилла. Ну, почему, блин? Ну, по сути же, нет? Нет, смотри, тут есть такая вот интересная фишка, что вот она поставляется сначала с алюминиевыми крышками, и вот сразу у вас такая дырка образовывается. И вот можно вставить крышку под Чаби Гориллу, нет? Ну, похоже на Чаби Гориллу, но не Чаби Горилла, потому что это... Потому что это не сотка только из-за этого. Ну, нет, в Чаби Гориллу бывает в шестьдесятках, эта бутылка, во-первых, пятьдесят семь, во-вторых... А, знаешь, знаете, почему я пятьдесят семь, чтоб них китоса сдалить. Да. На самом деле, вот почему пятьдесят семь, чтобы вы добавили... А, интересно, три миллилитра никитоса на пятьдесят семь. Это какая крепость рассчитана, чтоб шестьдесятка получилась? Ну, наверное, до жестерки, просто рассчит news. Можно может знаешь, это пятят четверками, типа, разбодяживать, как-то так, хитро придумать. Ну, вполне возможно. Думаю, что ребята это сделали не просто так, это, на самом деле, инноваторское решение, вот, особенно с яичками. Вот, и это, кстати, самое важное, это сделали ребята, которые сделали нашу потрясающую нефть, одной из наших любимых жидкостей, которая даже у нас с тобой заняла одной из номинаций в жиже года. Да, помню, нефть мне понравилась, действительно, неплохая прям жидкость. Мы сразу закроем, потом будем париться, как это вынимать, конечно. Ну, что я здесь придумаю? Ну, выдернем, как-то. Ну, либо нет. Вот, и, соответственно... Ну, садится, кстати, плотно очень, так что я надеюсь, что подтекать не будет. Прям очень плотно село. По баночкам перейдем. Все предупреждающие информации, добровольная сертификация Ростеста, вот, 70 на 30, крепость только на легке. Ценник в рознице 600 рублей. Вот такой приятный, чтобы лежал на полк, стоял рядом с коробочками, и вообще вот такой формат, и дизайн, и все, мне прям безумно нравится. Банка нечего-би-горилла, немножко другая. Ну, короче, мне вот визуально прям все нравится. Мешает очень закручивать. Ну, ничего страшного. И закручивается как-то она очень собака вот сейчас у меня, я не знаю, я криворуки. Можно ты криворуки? Ну, смотри. А можно я тебе помогу? Давай. Вот смотри, как делаются такие бутылочки. Снимаешь ее, аккуратненько насаживаешь, и плавными, ровными движениями рук, вот, начинаешь вот так, вот так, вот. Ну. Получилось? Нифига себе. Да, естественно. Ведь это... Ясно. Ясно. Ну, может быть, закончим пиздец и уже попробуем что-нибудь? Сидор. Той, здоровый. Сидор хороший. Очень хороший сидор. И с сидорей на яблочко. Сидорей на яблочко. Не платят нам пока еще ничего. Ребята из сидорей, если это вы смотрите, мы не против каких-либо благотворительных акций по отношению к нашему обзору в плане предоставления сидора на льгот в условиях или, возможно, бесплатно. И первый вкус у нас... Лемон пай блюберри. Что это сделано? Мне прям что-то дико понравилось, а мне он пропал. Вот он. Слушай, я думал, что сейчас, наверное, пойдет джем монстр, такой вот блюберри, как он по запаху идет, вот, а по вкусу это что-то свежее. Как так вообще возможно? Ты не подскажешь мне? Не знаю, но приятненький прям он. Я, наверное, не почувствовал, что пай там. Потому что... Ну, пай. Потому что... Пай. Короче, ребята, это что-то очень интересное. Ну, она спробовалась. Вкусненький такой, там, чувствуется лимон на первом фоне. Я вообще блюберри плохо почувствовал. Офигеть, это не перитранная выпечка. Это свежая выпечка. Как вообще возможно такое? На самом деле, десертность какая чувствуется. Она очень легкая, но вот свежая жидкость. Офигеть, вот чудо-яльцы что делают, да? Они сделали из десертки, из десертки свежей жидкости. Слушай, ну приятно вкус. Блин, офигительно. Сколько ты говорил стоит? 600? 600, 600 за 60. На первый раз пробую свежую десертку. Вообще, интересно, никотинчики добавить. Ну, по-видимому, ведь еще вкуснее. Блин. Короче, смотрю. На вдохе чувствуется определенный лимонный пирог. На выдохе, и вот прям вдох-выдох здесь чувствуется. На вдохе прям лимон чувствуется. Прям такой гликола. На выдохе такой пирог с лимоном уже выдохается. И дольками этого. Это лимонник такой, знаешь, что тонкий. Нет, сначала прям лимон свежий. Сначала свежий этот вкус, потом он уже наращивается такой кремовостью какой-то. Блин, очень прикольно. Очень необычный. Самый необычный, наверное, из того, что я пробовал. Нет, хороший вкус мне нравится. Давай описание. Лимонный пирог с голубикой? Прям так у бабушки. Что? У бабушки не было голубики и лимонов. А здесь есть еще и с ванилей. Они очень хорошо подстегнули вот это вот все, что... С бабушкой, да? С бабушкой, да? Потому что мы с тобой не всегда раз подмечали. Господи, как ваша бабушка? Да у меня бабушка хлеб пекла, масло-масло сверху. Как там ваша коричневая булка с маффином и смузи, как делала ваша бабушка. Бабушка никогда такого не делала. Когда я плачу жидкость со вкусом пирожком и яйцом, и тогда я скажу прям как у бабушки. Как у бабушки, да. А пока что-то не знаю, но вкус прикольный. Мне понравился. Я поставлю пять. Сюмарком. Пять необычный трам и топ-1 необычная жидкость, которую я пробовал за этот год трам. Прогуляю продолжить со вкусами блюбри и так далее. Будет следующий Блэкбарис Сорбет. Ну, то есть, что даже по-настоящему название, по крайней мере, доступное и понятное. Клево. Опять, я десертки, кстати, не чувствую. Как лимонад. Ну, мне больше напомнил? Электрик лимонейд. Не, не, электрик лимонейд, процессив свежий. А вот здесь вот чувствуется, у меня лично чувствуется прям вот... Не, ну, давайте у меня попробуем. Короче, джаммонстровский блюбер чувствуется здесь, но только не такой приторный. На, давай отмахнёмся, попробуй. Не, у тебя свежее, блин, офигеть. Вот чёртова разница об обдуви, она вообще обменяет всё. И на кене пи***. Ну, и то, и то хорошо, скажем так. Слушай, здесь почему-то у тебя он свежим чувствуется. И он такой прям... Вот электрик лимонейд, да? Похож, а у меня больше похоже на джаммонстров. Ну, вообще, блин, ребят, одна и та жижа чувствуется по-разному на разных дрипках. Ну, кстати, у тебя такой более приторный он. Ну, как, он не приторный, он сладкий. Более сладкий. А здесь вообще такой сладости как нет. Ну, давай. Как разно жижи налили. Офигеть, просто. Просто офигеть. Какой, ну, в городе, как электрик лимонейд, очень похоже. Электрик лимонейд, причём, это как бы из Биг Ботла, да? А я имел в виду жидкости из электровотус. Потому что, ребята, пробовали, вот тот с лимоном был почему-то. Хотя лимона тут нету, да не знаю, я почему-то к тому ближе. Чё-то вот, опять же, с темы лимонадов, и прям бросают очень воспоминания их. И к Орео, и к тому-вось, ему вроде всё разное, а здесь чё-то посидим, наверное. Ну, жидкость прикольная, прям хорошая, я бы сказал. Я бы сказал, прям, как прям. Ну, я, если бы не сказать, что это российская жидкость, а вот привезли бы этот чаби-горелл, сок, сказали, вот вам, ребята, новый вкус отбиратого, от чего-то ещё, да, мы сказали, окей, клёво. Нет, нет, хорошее, прям. Наверное, всё-таки правильно я сказал сначала, электрик лимонейдом, по-моему, красный был, ежевичным, что ли. Да. Да, наверное, да. Ну, короче, уже не помню ни кера. Очень интересно, такое вот перетекание джим-монстр в Биг Боттл, ну, очень клёво, опять, в 5, однозначно. Я тоже поставил с этим производителем. Ну, да, можно почитать, но мне всё понравилось. Можно и читать. Не, 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 не храждайтесь. Настоящий ежевичный сорбет, как в детстве, в бумажном стаканчике с деревянной палочкой, а теперь в бачке или дрипочке на 200 ваттах? Можно вопрос, а в детстве кто ел сорбет вообще? Я с таким понятием познакомился на лет 18 только. У меня был в детстве пломбир из пингвина. У меня был в детстве пломбир из деревяшки, потому что не было денег купить из этого. Я просто деревяшку макал в сахар и обсасывал как в мороженое. Был бюджетнее намного, чем покупать пингвина твой. И последний у нас вкус. Эппл джюс. Эппл джюс. Ну, я не знаю, мне как бы это, да, это яблоко и даже, наверное, яблочный сок. Хотя вот как в жиже вот этот яблочный сок. Извини меня. В чём разница между яблоками и яблочным соком? Ну, наверное, в том, что яблочный сок немножко варит, и он отключается. То есть яблоко, оно всё равно произойдёт на кислинку, а это прям сладкие. Ну да, это сладкие яблоки, это не кислые совершенно. Не, клёво на самом деле. Ну, не знаю, на самом деле, я бы не сказал, что это сильно круче, как это, батарейковские... Аромки? Аромки. Блин, забыл, как они нормально называются. Не батарейковские аромки, а... Аромки батарейки, господи, не знаю. Не, не, не. На чём мешал он раньше очень, продвигал тему. Экзотик? Экзотик, да. Экзотик, Apple Juice. Экзотик — это хорошие, на самом деле, аромки, хоть как бы к ним не относились, вот честно скажу. Мне нравился там Apple Juice и нравился зелёный чай. Вот эти, они как бы типа, по-моему, из премиум линейки Экзотик. Но... Экзотик, по-моему. Но я хочу сказать, мне нравились эти аромки. И это тогда, когда я покупал по 150 или 200 рублей, что ли? А ты, по-моему, вообще стоила, по-моему, 250 или 300 рублей. Я не знаю, не мешал, но, по-моему, вряд ли они будут похожи. Просто я уже съехал, наверное, немножко понимание, как они на самом деле были, как это. Нет, я мешал, я хочу сказать, мне очень нравился Apple Juice. Ну, просто на тот момент они были таким зажравшими. Если нам покажут, тогда тот же Atmos, мы от Atmos'а-то окончали, когда были эти аромки. А сейчас всё равно мы можем... Ну, согласен, но мне почему-то кажется, что это не сильно лучше. То есть, предыдущие два куса намного сильнее были. То есть, если тебе 5-5 точно, то здесь, ну... Ну, он повседневный, хороший, нормальный, за 600 сойдёт. Но я поставлю ему чисто так 4-3,5, потому что это уже не такое вау-круто. Я бы сказал, как вот два предыдущих. Ну, яблоко обычное. Чё сложно, что ли, взять Apple Juice, например, тот же муярить его и заебить не то. Я думаю, что здесь всё равно, потому что очень мягкая и приятная яблока. Ну, согласись, как бы... Ну, какое американское, блядь, американское яблоко, да? Ну, у кого-то из Америки есть... Ну, в смысле, из России, как бы, такой вот именно хороший яблоко. Да, особо никто не мешает яблоко. Яблоко мешает либо с корицей, чтобы, типа, было такое вот прикольненькое. Либо не мешает вообще, но не считая, там, самый низкий самого сегмент, типа, как же они... Арманго, майба и так далее. Потому что, ну, моновкус яблок, этому человек любой может замешать. Ты можешь сказать, что это не моновкус, а яблочный сок, который синтезировали учёные в подвалах. Там, наверное, так и написано, судим, из предыдущего описания. Учёные только в подвалы ходят. А давай мы узнаем, всё, что написано по поводу этого вкуса. Там бабушка тоже делала компот этот. Наверное, да. Какие яблоки самые вкусные? Правильно, из чужого сада, специально для тебя. Мы обворовали все яблоки в округе. И приготовили любимый, добрый вкус Apple Juice. То есть это не просто, короче, я брошу его в лиманчик. Не просто яблочный сок, а из пи***. Да, его вкуснее вкуснее два раза должен быть. Забавно. Ну, я поставлю три с половиной. Поставлю пять с минусом. Четыре с половиной, наверное, вот. Потому что, на самом деле, это вкусно, хорошо и так далее. Вот, наш ценник... Ну, не знаю, ребят, на самом деле это пять, наверное. Пять с небольшим минусом, потому что это из... Третий завершающий вкус, который как раз-таки более повседневный. И мне он, правда, нравится. Да, эти выродивающие два тоже были повседневными. И такие сложно замешать. И такие вкусные, классные, хрен-таки не найдешь. А это возьми Apple Juice от Exotic. Или даже несколько разных аромок яблочных. Намешай их вместе и дай постоять этому... Даже не три дня. Это наверняка можно смешать за день. Ну, я не уверен, честно. Я давно не мешал яблок, уже забыл, как это. Мне понравилось. Я бы купил. Вот. Ну, давай поставим еще оценку всей линейки. Попробуем залить в нее некотос. Сняжечки можно не снимать. Я знаю, как заливать, не снимай носик. Жусь, там совсем уськи. А? Совсем уськи. Нет, там можно. Я же так выливаю. Не снимай носик. Суперпоксину. Да, вот миллилитр. Это было верно? Ёб твою ебать. Дай петюху, ты красава. Это было прикольно. То есть надо прижать сильно. Да, прижми прям его поставь и прям лежит. Быстро, да? Ага. О, х**. Мы только что залили. Сейчас попробуем перемешать все это дело с яйцами. Вот. Причем, нет, как бы все равно желательно стоять около часа, говорят. Ну, поровность разная. Да, ну, как бы час. Нет, ну, чисто теоретически эти яйца, правда, реально помогают. Вообще. Они прям чувствуются, да. Как дрочим, сидим, блядь. Вот так от жизни самозамесера. Мешайся, блядь, мешайся, мешайся. А теперь это же... А потом на 14 дней, блядь. Потом открываешь, такой, пробуешь, блядь, и выкидываешь. И опять на 14 дней. Да, пробу, мне вот понравился легенький такой бакберсорбет. Давай, ты бакберсорбет, а я попробую тогда ламин пайлюбера. Смотрели мы на полторашку никотина, чтобы уж это не хапнуть. Лили сотку никотинку. Нет, не полторашку прям. Все равно надо часочек подождать, наверное. Ну, часочек подождать, но все равно парить можно. То есть, нет этого. Ну, полторашку парить можно, но... Набавил на полторашку, но париться как такая троечка прям. Даже, бы сказал, три с половиной. Ну, у тебя кен, потому что у меня, например, на боковом арте ненормально чувствуется. Причем тут боковой... Ну, потому что... Ну, попробуй. Не, ну. Да нет, у тебя просто жилищное восприятие, правда. Все то же самое. Никотин как бы зависит от того, как жарит мол. Как мы знаем, в семейке жарит плюс-минус эти наку. Ну, в целом, да. Ну, в общем, яйца, наверное, помогают. Потому что, если в обычную бутылку залить, ну... Я, в любом случае, никому не советую, как сразу налил парить это дело. Он нехорошо растворяется, никотин сразу. И... Ну, короче, можно прям прокашляться. Ты належь, например, на тройку, по ощущению, будет как будто десятка какая-нибудь налита. Ну, да. Ну, яйца, это, в любом случае, новаторство. Ну, прикольно. И, наверное, работает, действительно. Там же какой-то предмет, когда трясешь, так чувствуется, что как будто... Даже визуально, когда он взбалтывает, на самом деле. Это очень клево. Этому очень гордимся, что в России придумали все-таки охренительный подход. Вкусы при этом... Там же очень часто бывает, что выбрасывают на какую-нибудь фишку, на маркетинге, на какие-то такие вот штуки, и забивают, какой вкус там не был, говорят, и так купят. Нет вкуса здесь, правда, прям топ. Не, мне понравилось все. Я поставил некий пять за вот эту новаторскую банку, именно в плане шариков, фич, да? И заметно, не потихоньку, ничего. Смотри, она набранная. Да, кстати, абсолютно не течет. Ну, как бы мы попробовали совсем чуть-чуть. А вот если ее столько... Ну, здесь есть, но это, блин, такое... Не сильно, скажем, да? В любом случае, банка хорошая, вкусы хорошие. Ну, AppleJews, скажем, простенький, но остальные два мне понравились. Я поставлю пять линейки, все клево, не нравится. Однозначно пять плюс, если бы делали бы номинацию ЖЖ года, прям завтра, наверное, вы точно включили и точно включим в конце года. Ну, не знаю, ты знаешь, что-то припариться надо. У нас же все обзоры идут, вот, взяли, попробовали, сказали, да? Ну, этим был накручен, по-моему, как раз AppleJews, наверное, пробовал, да? Я вижу, тот парень, да? А остальные вот прям при вас пробовали в первый раз. И, понимаете, первое ощущение такое. Оно и яркое, оно может, там, быть и обманчивым в какой-то степени, но мы снимаем так. Нам, в принципе, понравилось. Вот что будет, если мы будем парить целую банку, пока не знаем. Ну. В целом все очень-очень клево. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, наконец, тоже. Пожалуйста, пожалуйста, и покупайте, пожалуйста. Да, да. Мы все-таки хотим уже начать снимать на девайсе, на девайсе нам никто не дает, пока у нас тысячи подписчиков. Нам нужно хотя бы миллион. Попишитесь, пожалуйста. Да, миллион достаточно. Всем спасибо, пока. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok